Здравствуйте! Новости на ННТ в студии Махач Курбанов. Короткий анонс, что вы увидите в нашем выпуске. Невнимательность и спешка привели к трагедии. Авария на железнодорожном переезде около Новочеркея. Два человека погибли. Оформить документы с места ДТП скоро можно будет через мобильное приложение. Подробности расскажем в выпуске. Твори добро и помоги ближнему. 5 сентября отмечается как Международный день благотворительности. Сюжет о деятельности фонда «Инсан» смотрите через несколько минут. Два человека погибли, двое в больнице. В Кизилюртовском районе возле населенного пункта Новочеркея произошло тяжелое ДТП. Водитель внедорожника пытался переехать через железнодорожный переезд, но не успел. В результате произошло столкновение с поездом и как следствие жертвы. В продолжении темы ДТП. Страховщики ОСАГО готовятся собирать данные об авариях со смартфонов водителей. Разработанное для этого мобильное приложение с ноября заработает в четырех регионах России и позволит передавать информацию о происшествии. Правительство утвердило последний элемент, который позволит работать новому суперсервису по дистанционному оформлению документов. Так попавшие в ДТП водители смогут оформить все по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение. Запуск состоится 1 ноября в четырех пилотных регионах в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Опасную для людей стихийную свалку скотомогильник обнаружили на землях Ногайского района специалисты Россельхознадзора Дагестана. Общая площадь ее достигла 650 квадратных метров. Здесь скопилось изрядное количество останков животных, полиэтиленовые пакеты и прочий бытовой мусор. По словам экспертов, это может стать источником загрязнения окружающей среды из-за разных болезней. В настоящее время инспекторы управления проводят сбор материала, отобранные пробы земли для дальнейшего исследования. В 3 сентября 2019 года потребования Махачкалинской международной природоохранной прокуратуры с выездом в Ногайский район специалистами Управления Россельхознадзора Республики Дагестан выявлен факт возмущения биологических и бытовых отходов. На землях сельскохозяйственного назначения по данному факту будет собран материал и направлен для принятия мер в природоохранную запросу. Тем временем специалисты Россельхознадзора выявляют нарушения и на действующих предприятиях. Так, в ходе одного из рейдов на Урицком мясокомбинате были выявлены случаи несоблюдения ГОСТа. Предприятию было дано время на их устранение. О том, получилось ли исправить недочеты вместе с проверяющими, узнавал и наш корреспондент Патимат Ханапова. Урицкий мясокомбинат функционирует вот уже 22 года. За это время он стремительно завоевал местный рынок и считается одним из основных предприятий региона. Оно развивается, расширяется, но вместе с тем, как и любой бизнес, имеет некоторые недочеты. Их и выявляют назорные ведомства. Данное предприятие полностью исправило выявленное Россельхознадзором по инстоку Телегистан правонарушения и разобновило производство продукции. Кроме того, здесь произведена реконструкция производственных площадок к учетам обеспечения безопасности производимой продукции. Около 70 видов колбасных изделий, более 20 молочных. Функционал у завода довольно большой. Имеет он и сырьевую базу, так называемое подсобное хозяйство. Это, в свою очередь, дает гарантию, что мясо действительно халяль. У нас есть предприятие, которое занимается сырьем. Мы принимаем от населения живой скот, забой делаем строго у себя. Битый скот мы не принимаем, хоть золотой бычок будет. У нас проверок каждый месяц, нету месяца, уже одна-две проверки есть. Проверки нужны, потому что, чтобы мы не расслаблялись. Если мы работаем, конечно, без нарушений не бывает, мелкие нарушения, конечно, бывают. Вкус и аромат копченых колбас зависит не только от высококачественного сырья и хорошего оборудования, но и от дыма. Поэтому здесь используются только такие породы деревьев, которые придают особенный золотистый цвет и необыкновенный вкус. Процесс копчения у нас происходит из натуральных опилок. Используются породы фруктовых деревьев, буб, дуб. Поэтому у нас ароматы эти все, цвет копчения, они достигнуты именно настоящими породами дерева, настоящим дымом. То есть классическое копчение, как это было 300 лет назад. В народе самая вкусная, самая красивая колбаса – это красиво закопченная колбаса. И аромат колбасы – это аромат копчения. Анжела Тагирова на предприятии 17 лет. За час успевает изготовить почти тысячи килограммов колбасы. Работу свою любит и ценит. Мне очень нравится моя работа. Я не скажу, что я когда-нибудь хотела бы поменять ее. Нет, мне нравится на своем месте. Я каждый месяц, у меня четверо детей, каждый месяц я стабильно покупаю одно количество колбасы своим детям. Мы начинали, конечно, я скажу, с нуля начинали. Было одно помещение, небольшой маленький цех был, старый такой, со шлангами. Был у нас идеал один стоял. Ну, естественно, потихоньку расширились. Ну, не сравнить сейчас. Мы сейчас в разы увеличились. Не на, а в разы увеличились. Такие проверки здесь проходят регулярно. Вот и на сей раз оценив устраненные недостатки положительно. Специалисты Ростельхознадзора отобрали на экспертизу очередные пробы. Они направятся в Москву. Результаты будут известны совсем скоро. Патент Харнапова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Кизляр. 213 миллионов рублей. Именно такую сумму благотворительный фонд «Инсан» за 6 лет существования потратил на помощь нуждающимся. Сегодня весь мир отмечает Международный день благотворительности. Мои коллеги подготовили сюжет о самой крупной организации в республике по оказанию помощи людям. Слово Хамзи Нурмагомедова. Лишь за этот год сотрудники фонда оказали помощь нуждающимся на сумму более 52 миллионов рублей. «Инсан» успешно реализует ряд крупных программ. «Продукты в каждый дом», «Я опекун», «Собери детей в школу», «Будь здоров», «Ветхое жилье» и многое другое. «Будем стараться все то, что в наших силах делать, и делать семьи, дети, которые остались без попечения родителей, чтобы эти семьи, они с каждым днем становились все счастливее и счастливее». Меценаты, волонтеры и простые люди помогают детям бороться с такими тяжелыми болезнями, как онкология, ДЦП и различные заболевания с нарушениями развития. Без помощи не остаются одинокие старики, сироты, вдовы, многодетные семьи и матери-одиночки. Регулярно фонд оказывает помощь погорельцам и бездомным. «Я очень благодарна. Мы очень об этом мечтали всегда. Когда же будет у нас свое жилье?» «От имени всех мам, детей, бабочек, за оказанную помощь на приобретение жизненно необходимых медикаментов. Огромное спасибо всем за участие, за помощь, за сострадание. Дай, Аллах, здоровья вам, вашим близким». Учредителем организации являются муфти Дагестана, шейх Ахмад Афанди. Его главная задача – сделать так, чтобы в регионе не осталось нуждающихся людей. Духовный лидер сам принимает участие во многих благотворительных акциях. Детям из малоимущих семей, которые в этом году пошли в первый класс, муфти лично подарил портфель с совсем необходимым инвентарем для учёбы. «Надеюсь, будущие президенты, врачи, инженеры находятся среди вас. Обязательно надо учителей уважать. Обязательно. Я думаю, даже больше, чем своих родителей. Не только думаю, я в этом уверен. Мухаммад Асул, его команда добросовестно работает. Он показал дагестанскому народу, что он заслуживает доверия, доверительных отношений. Дальше желаю Мухаммад Асулу в этом же духе держать свою команду». Филиалы благотворительного фонда работают во всех муниципалитетах республики. Сотрудники ИНСАНа тщательно проверяют людей, которые обращаются за помощью, проводят анкетирование и выезжают по адресам с инспекционной проверкой. Это делается для полной прозрачности работы и установления действительного положения дел у подопечных. Хамзан Нурмагомедов, Камиль Девятов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Футболисты кизлярского клуба «Чанко» стали победителями республиканского турнира, приуроченного к 20-летию разгрома банд международных террористов. Игры за призовой фонд в размере 100 тысяч рублей проходили на мини-полях Анжиарены в Каспийске. В спор за победу выступали команды со всех муниципалитетов. В течение дня они по системе на вылет выявили финалистов. Борьба за первое место развернулась острая, а чемпион определился в серии пенальти, где кизлярцы были точнее футболистов из Гумбетовского района. Играм предшествовало торжественное открытие. Организаторы и приглашенные гости, среди которых были государственные и общественные деятели, напомнили командам о героизме и единстве народов Дагестана, проявленном перед лицом врага в 1999 году. Они, наверное, рассчитывали на то, что мы будем разобщены. Они рассчитывали на то, что мы кто-то пойдем вместе с ними. Но они ошиблись. Дагестан в едином порыве. Я могу это засвидетельствовать как непосредственный участник. Все народы вместе были и все понимали, что мы отстаиваем нашу родину, наш Дагестан. И на этом у нас все. Смотрите также наши новости в Ютубе и в Инстаграм. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова